На сегодняшний день примерно 60 тысяч женщин содержатся в тюрьмах и колониях России. Многие из них осуждены за убийство, но как женщина, чье предназначение давать жизнь, а не отнимать, смогла переступить последнюю черту? Оправдать убийство нельзя, а вот остановить будущую убийцу необходимо. Вот только почему же этого никто не сделал? Об этом наши истории, основанные на реальных событиях. Мне не виновата! Пожалуйста, не надо! Про что это? Мне больно! Я ничего не сделала! Любочка! 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 Моя дочь в 32 года скоропостижно умерла от инфаркта. Бою! Мне было очень тяжело. Но еще больше... Снула? Я переживала за внучку. Я там вашего зятя и мужа чаем напоила. Спасибо! Вам бы тоже не мешало гонячевый чай попить. Мамочка! Тихо, 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 тихо. Пошли, пошли. Пошли, спай, родная. Спи, моя хорошая. Спи, моя ласточка. Я много лет работала с Татьяной вместе. И несмотря на разницу в возрасте, мы стали близкими подругами. По молодости я, конечно, выскочила замуж, но потом этот брак распался. Я давно жила уже одна. И семья Татьяны стала для меня как бы моей семьей. Все ее горести, все ее радости я принимала очень близко к сердцу. Ну и когда Татьяна потеряла дочь, я помогала ей во всем. И с похоронами, и с поминками. Татьяна, это просто ее любимая. Татьяна, держитесь. У вас внучка осталась, и вы ее очень нужны. Я, пожалуй, пойду. Спасибо вам за помощь. Не за что, Игорь. Кать, ты мне очень помогла. Что вы такое говорите? Я провожу. Нет-нет, я просто дверь захлопну. До свидания. Игорь, я тут вот что подумала. Может быть, нам с Семеном Любочку к себе забрать? У девочки и так стресс. Вряд ли ей пойдет на пользу смена обстановки. Семен Иванович прав. Да и мне, честно говоря, тяжело будет возвращаться с работы в пустую квартиру. Да-да, я понимаю, Игорь. У нас общее горе. Хорошо. Тогда я завтра заберу Любочку из школы и побуду здесь, пока ты не вернешься. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Ключи от квартиры возьмите в прихожей на полке. Пойдем, Тань, домой. Ты устава. Пока, Игорь. До завтра. Я провожу. Я много лет назад развелся с женой и жил холостяком. Потом встретил Татьяну. Муж ее умер несколько лет назад, и она жила с семьей дочери. Я начал за ней ухаживать. Через некоторое время она призналась, что в квартире дочери ей не очень-то комфортно, а мне совсем не помешала бы хозяйка в доме. Как говорится, заботливые женские руки. Я сделал ей предложение. Мы поженились. Она переехала ко мне. Жили хорошо, дружно. Смерть ее дочери для всех была полной неожиданностью. Я видел, как Татьяна тяжелой. И готов был всячески ее поддерживать. Я уже неделю ездила к зятю и внучке. Каждый день. Кать! Привет! Ты к Игорю пошла? Здравствуйте, Таня. Ну да, подумала, надо бы зайти. Возможно, что-то необходимо. Вы-то как? Нормально. Только пока легче не становится. Да, Таня, скажу, банальность поможет только время. Да, это понятно. Вот пока езжу, стираю, убираю. За Любочкой в школу хожу. Уроки с ней делаю. Вроде бы отвлекаюсь. А так, как вспомнила, все кажется, что сейчас дочка зайдет и заговорит со мной. Ой, Таня, ну что же вы про меня-то забыли? Давайте я вам хоть в магазин схожу. Да нет, не нужно. Игорь ездил за продуктами в выходные, на неделю закупил. Хотите, я вам Любу приведу. Могу посидеть с ней, пока Игорь не придет. Вы тогда сможете домой пораньше к мужу вернуться. Да нет, спасибо большое, Катюш. И потом вам ведь учителя Любочку не отдадут. А знаете что, давайте чайку попьем. Отказ Татьяны от моей помощи меня немного обидел. Ведь я предлагала от чистого сердца. Ну, хотя я почувствовала, что Татьяна как-то отдалилась от меня. Она замкнулась в своем горе. Ну, возможно, это бывает со всеми в данной ситуации. Меня, слава богу, судьба миловала от таких трагедий. Детей у меня не было, а родители были жив-здоровы. Господи, Сень, как же я устала. Ты ужинал? Конечно. Ты на часы-то смотрела? Да смотрела, я смотрела, все глаза просмотрела, пока Игоря ждала. Но он, как всегда, задержался. Как насчет того, чтобы зятю напомнить, что у него дочь есть? Да я ему напомнила, но он только в ответ огрызнулся. Сказал, что он не может потерять работу, потому что ему одному кормить ребенка. Долго это будет продолжаться? Это будет продолжаться столько, сколько надо, потому что Любочка у меня единственная. Единственная? Да. А как же я? Ну, Сенечка, ну ты хороший, ты замечательный. Но Любочка, это же ребенок, который мама потеряла. Я все понимаю, но в результате я остался без жены. Ну, потерпи, пожалуйста, я прошу тебя. Ну, пройдет сколько-то времени, она повзрослеет, и я буду там реже бывать. Ну, знаешь, если ждать, пока она повзрослеет. Ну, Семен, ну, пусть она привыкнет к мысли, что мамы больше нет. Ну, куда ты? Ты уже ложишься? Да. Спокойной ночи. Конечно, я понимал всю сложность сложившейся ситуации. Но всякому терпению приходит конец. Мои дети давно выросли, и я с ними почти не общался. И на Татьяне женился в том числе и потому, что мне нужна была компания. А получалось, что я снова был вынужден вечерами куковать один. Это раздражало меня с каждым днем все сильнее. Я смотрю, Любочка вроде немного повеселела. Да, она живенок, отвлекается. Игры, подружки, школы. А потом, знаешь, как маму вспомнит, плачет. У меня прям сердце разрывается. Здравствуйте. Да, привет. Папочка! Привет. Привет, Игорь. Знаешь, я взяла три билета на детский спектакль. Его очень хвалят. Так что приглашаю тебя с Любой. Пап, а давай с Татьяной Катей пойдем? Да ведь спектакль-то, наверное, дневной. А я работаю. А я это учла, поэтому купила билеты на воскресенье. А сходите лучше с Татьяной Сергеевной. Я не могу. Мне нужно на выходные с Семеном побыть. Он так уже ворчит. Ну, если даже теща не может, то сходите с Любочкой вдвоем. Я вам ее полностью доверяю. Я пошла, Игорь, да? Пока, малышка. Пока, бабуль. Пап, пойдем еще погуляем? Покачаешь меня? Давай, конечно. До свидания. До свидания. Катюш, ты на Игоря не обижайся. Еще слишком мало времени прошло, чтобы он мог по театрам ходить. Да я не обижаюсь. Просто хотела развеселить его немного. Пойдем. И опять я получила от ворот поворот. На этот раз от Игоря. Что мне было особенно обидно. Я подумала, что если я подруга его тещи, значит, он воспринимает меня тоже как старуху. Хотя на самом деле я была его ровесницей. О, Семен. Ты что, пришел? Обедать. Чего? А то. У нас в дом, между прочим, уже неделю есть нечего. Так ты что, предлагаешь, чтобы я два обеда в день, что ли, готовила? А ты хочешь, чтобы я с голоду помер? Да ладно тебе. Да как тебе не стыдно? Столько времени жил один. Я что-то не заметила, что ты оголодал. Ты что, пельмени, что ли, себе сварить не можешь? Могу. Только я не для того женился, чтобы у плиты стоять. Ах, вот. Вот. Ну, наконец-то я узнала, зачем ты на мне женился. А, перестань к словам придираться. Да ты эгоист, Семен. И знай, если я буду выбирать между тобой и Любочкой, то я выберу Любочку. Отлично. Может, вообще домой не возвращаться. Без тебя проживут. Сеня, 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 подожди. Ну, не обижайся, ну, пожалуйста. Ну, я не хотела с тобой поссориться. Не хотела, а поссорилась. Сеня. Пусти. Ну, Сеня. Меня очень обидели слова Татьяны. Я-то думал, что нашел себе заботливую жену, верную подругу, с которой мне будет хорошо и спокойно. А она, оказывается, меня просто ни в грош не ставила и готова была придать при первой возможности. Я все еще злилась на Семена. Поэтому не хотела возвращаться домой. И лихорадочно придумывала повод, чтобы остаться ночевать в квартире зятя. Спасибо. Вы, наверное, домой торопитесь? А, нет, нет. Все хорошо. Это хорошо. У меня к вам есть серьезный разговор. Да? А что случилось? Мне нужно ехать в командировку. Ага. Когда? Завтра утром поезд. Я даже Любочку не успеваю в школу отвезти. Надолго? На неделю. Ага. Хорошо. Тогда я поживу у вас с Любочкой, да? Вы правда можете? Да, могу. И Семен Иванович не будет против? А. Ну, ничего, я улажу. Спасибо. Прямо камень с души. А то я уже прям не знал, что делать. Игорь, ты ешь давай, ешь. Да, спасибо. То он стоит. Бабуль, проверь. Давай. Вот это. Угу. Так. Все правильно. А по-русскому тебе задавали? Нет. У нас сегодня был контрольный диктант. После него они задают. Ага. Ну и как ты написала? Не знаю. Вроде бы все правила запомнила. Так, молодца. Тогда собираем рюкзак. Держи. Ну, что теперь будем делать? Может, гулять пойдем? Лучше книжку прочитаем. Так ты же сама читать умеешь. Лучше ты мне прочитай. Ох, хитруля. Ну ладно. Я очень скучала по Семену. Да. Но он мне даже не звонил. Конечно, я переживала из-за ссоры с ним. Все встали. Но любимая внучка была для меня важней всего. Садитесь, дети. Татьяна ясно дала понять, что я для нее всегда буду на втором месте после внучки. Меня это совершенно не устраивало. Я решил взять паузу в наших отношениях. Мне хотелось выяснить, как долго она выдержит разлуку. Когда ей, наконец, станет стыдно, что она меня бросила. И она придет ко мне просить прощения. Любочки в школе велели срочно купить рабочую тетрадь по-английскому, которую продавали только в магазине на другом конце города. Пришлось ехать за ней. У меня батарейка у телефона садится. Все, пока. Ну, в общем, разберемся, где самое главное. Что? Так вот, значит, какая у тебя командировка. Татьяна Сергеевна... Игорь, кто это? Моя бывшая тетя. Бывшая? Ну, конечно, бывшая. Не успела жена умереть, как ты уже шашник завел. И на дочь на свою наплевал. А я, между прочим, своей семьей ради тебя пожертвовала. Я вам все объясню. Только не при посторонних. Поговорим дома. Ничего, ничего, ничего. Живай. Ну и как прикажешь вот это вот понимать? У нас с Никой серьезные отношения. А я видела, что они серьезные. А зачем ты меня тогда врал про эти командировки? Так я знал, что вы меня не поймете. Конечно, я тебя не пойму. Потому что мне больно видеть, как ты предаешь память моей единственной дочери. Это не предательство. Я ее очень любил. Я никогда не забуду. А с Никой... В общем, я хочу на ней жениться. Что? Ну, а что, явилась? Стыдно стало, что мужа бросил? Да погоди ты. Тут такое. Что такое? Ты представляешь? Игорь жениться собрался. Он же мужчина. Ничего удивительного. Мне Любочку жалко. Я вообще не представляю, как это все будет. Да нормально, все будет. Игорь же не дурак. И дочка свою любит. Да и девчонке мать нужна. Правильно, мать. Но у Любочки будет не мать, а мальчика. Мне кажется, что ты со внучкой страшных сказок начиталась. Таня, ну не переживайте так. Я, между прочим, по тебе соскучился. А ты вспоминала обо мне. Да вспоминала и скучала. Звонка от тебя ждала. Ну, ты-ка позвонила бы сама. Ты и не решилась. Глупая ты женщина. За что я тебя так люблю? Я был рад, что мы с Татьяной помирились. Чтобы не было к тому поводам. Да и намерения Игоря меня очень даже устраивали. За девчонкой было бы кому присмотреть. А Татьяна, наконец, снова начала бы уделять все свое время и внимание мне. Не дождавшись понимания Семена, я позвонила Кате. Мне нужно было с кем-то поделиться. Таня, вы когда мне позвонили, у вас такой голос был. Это из-за вашей ссоры с Семеном? Нет, с Семеном все нормально. Все из-за Игоря. А что с ним? Представляешь, он собрался жениться. Так как он мог-то, а? Нормальный мужья год минимум по жене траур носит. А он... Представляешь, Катюш, ну, конечно, сама в шоке. Ну, я же ему не могу запретить. И хорошо, что хоть мне удалось уговорить его отложить эту свадьбу. Ну, вы хоть видели эту, ну, невесту его? Если бы я их не встретила, так бы ничего и не открылось. Ведь он же меня все время обманывал, говорил, что он в командировке. А сам бы все время проводил с этой невестой. Что вы говорите, а? Трусом. Обманывал меня. Да ну его. Ну, сколько ей лет? Ой, я не знаю. Ну, молодая, лет 25-27. Красивая? Да, симпатичная. Красивая? Катюш, а ты случайно сама за него замуж не собираешься? Да нет, что вы. Просто любопытно. Я бы никогда не призналась в этом Татьяне. Но на самом деле Игорь мне понравился сразу. В тот самый момент, когда Татьяна меня с ним познакомила. Ну, естественно, у меня и в мыслях не было соперничать с его женой. Но когда она умерла, я подумала. Игорь свободен. Если бы мне удалось с ним сблизиться, это было бы хорошо для всех. Ведь я Любу любила как родную. Ну, разве плохо было бы, если бы мачехой Любы стала бы я, а не какая-то чужая женщина. Ну, все мои планы рухнули. Я очень волновалась за внучку. И когда Игорь привел свою избранницу в дом, старалась почаще бывать у них, чтобы приглядеться к новой пассии зятя. А когда я фарш мелю, то я сразу добавляю и лук, и чеснок, и еще хлебушек размоченный. Хорошо. Вот. А яйца я вот так добавляю. Значит, сначала желток, а потом белок я взбиваю, и котлеты получаются. Ну, воздушно, да? Спасибо за совет. Бабуль. А, что, моя родная? А как проверить, когда мягкий знак нужен, а когда нет? Ага. Сейчас мы посмотрим. Смотри. Вот если глагол отвечает на вопрос, что делать, то тогда мягкий знак нужен. Но если отвечает на вопрос, что делает, тогда мягкий знак не нужен. Поняла? Так просто? Ну, конечно. Скажи мне, ты грибной суп любишь с вермишелью или с перловкой? С вермишелью. Ну, хорошо. Значит, так и сделаем. Да, почувствую. К моему великому сожалению, я зря рассчитывал на то, что когда к Игорю переедет его невеста, она возьмет на себя все заботы о нем и о девчонке, а Татьяна, наконец, будет снова всецело принадлежать мне. Она продолжала пропадать у зятя, якобы потому, что хотела убедиться в том, что Люба с будущим мачеха поладили. Но я в эти объяснения не слишком-то верил, потому что выглядело все так, как будто на самом деле Татьяна искала повод оставить меня в одиночестве. Вы у Игоря-то бываете? Ну, а как же? Куда же я без Любочки-то? И как у нее отношения с мачехой складываются? Да, вроде бы все нормально. А что? Неужели Любочка совсем на нее не жалуется? Нет. А ты знаешь, я подумала, что это же хорошо, что Ника такая молодая. Ей легче найти общий язык с Любочкой. И потом, по-моему, на девочке нравится. Да? Угу. Странно. А что? А что странно? Просто я на днях видела Любу, она была заплакана. Ну, это мало ли из-за чего девочка может плакать. С подружкой поссорилась или двойку схватила в школе. Ну, может быть. А что? Ты думаешь, я рано успокоилась? Понимаете, при вас это Ника. Может сюсюкаться с Любой. А только за вами дверь закрывается, кто знает, что между ними происходит. Да? Я действительно так считала. Но была еще одна причина, по которой я настраивала Татьяну против Ники. Я завидовала этой женщине. Ей удалось завоевать сердце Игоря. Я ревновала его к ней. Мне было обидно, что я теряю счастье, к которому я так долго стремилась. Я надеялась, что Игорь поссорится со своей невестой из-за дочери. Или что Ника сама уйдет, не выдержав постоянного присутствия в доме его бывшей тещи. Бабуль. А? А ты меня к себе на выходные возьмешь? Да, конечно, родная. С удовольствием. Так, все. Смотри. Платье готово. Давай прямо сейчас поедем? Можно сейчас. Но тебе завтра в школу. От нас же далеко. Ничего. Ты меня просто пораньше разбудишь, и мы успеем. Что такое, а? А почему ты хочешь ко мне? Ну, зачем? Просто соскучилась. А, так я ж тебя каждый день вижу. Что-то случилось? Ты из-за Ники? Она просто на меня вечно кричит и ругает. А почему ты мне раньше об этом не рассказывала? Она запретила. Сказала, папа меня будет ругать. Так, понятно. Я убедилась в том, что подозрения Екатерины были небеспочвенные. И решила серьезно поговорить с Никой и зятем. Кто дал вам право издеваться над Любочкой? Над ней никто не издевается. Она что, по-вашему, врет? Что за шум? Я не позволю твоей Нике обижать мою внучку. Ники. А вы знаете, как Люба себя ведет? Да она Нику просто терроризирует. Да она ребенок. Понимаешь? Она еще мало что толком видела. Поэтому она совершает такие эмоциональные поступки. Послушайте, я вас прекрасно понимаю. Вы бабушка. Вы любите свою внучку, поэтому ее защищаете. Поверьте, я тоже очень хочу подружиться с Любой. Но я ничего не могу поделать, если она себя так ведет. Я же просила Игоря, отдайте мне Любочку. Но он же не соглашается. Да, я не соглашаюсь. Потому что она должна привыкнуть к мысли, что Ника, я и она, это одна семья. Замечательно. Главное, чтобы ребенку было хорошо. Вам понятно? Понятно. Ты чего не спишь? Да Любочка из головы не идет. Хватит того, что весь день о ней думаешь. Хотя бы ночью-то можно от этих мыслей отвлечься. Ну как я могу отвлечься, если я знаю, что ей плохо? С чего ты взяла, что ей плохо? Она сама мне сказала. А ты уверена, что она тебе всегда правду говорит? Сень, ну и ты туда же. Мало того, что Игоря Ника ее во всем обвиняет, я всегда буду на ее стороне, даже если она не права. Ты не объективна. Да, я не объективна. Но кто еще и поможет, кроме меня? Отец. Отец, да отцу на нее наплевать. У него теперь главная женщина Ника. Сень, давай возьмем Любочку к себе? Ну и нет, так не пойдет. Конечно, я понимаю. Это твоя квартира, ты не хозяин. А кто тогда поможет моей внучке, кроме меня? Таня. Я человек уже не молодой и привык к спокойной, размеренной жизни. А ребенок, пусть и немаленький. Знаешь что? Если ты мне не разрешишь, я все равно найду место, где я буду жить с Любочкой. А ты оставайся этим. Слушай, ты делай ты уже, что хочешь. Только, пожалуйста, дай мне поспать немного. Я понимал переживания Татьяны из-за внучки, но на самом деле девчонка была не так уж проста. Я вполне допускал, что она могла доводить мачеху, потому что Люба только с виду тихая была. Как говорится, в тихом умоте черти водится. Конечно, ей был приятней с бабушкой, которая в ней души не чаяла и во всем потакала. Вот она пыталась устроить все так, чтобы к Татьяне переехать. Как в школе дела? Нормально. А как дома? Ласточка моя, ты что сегодня какая-то квелая? Может, у тебя рюкзак тяжелый? Давай, снимай. Я понесу. Это что? Это меня Ника ударила. Как это ударила? За что? За то, что я чашку разбила. Понятно. Лебочка, мы сейчас поедем домой, и ты там посидишь с дядей Семеном, хорошо? А я поеду к папе и поговорю с ним, да? Господи, какой ужас, ударить ребенка из-за какой-то чашки. Я ждала возвращения зятя с работы и решила, что не уйду, пока не выскажу ему все, что думаю. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. А Люба у себя уроки делает? Нет. Люба у меня. И там останется. Это еще почему? Потому что твоя жена ее избивает. Что за бред? Откуда у нее синяк? Да это она сама на стремянку залезла и упала. Что ты говоришь? Откуда у вас стремянка? А Люба мне сказала, что ее наказали за то, что она чашку разбила. Про чашку я впервые слышу. Я вам уже говорил, что Люба в последнее время очень изменилась. Хамит Ники. Проходу ей не дает. Ведет себя отвратительно. А я тебе говорила, что ищите причину в себе. Да чего тут причину искать? Она ревнует просто. Да кого? Тебя к твоей жене? Не только. У нас с Никой будет ребенок. Вот значит что. Ну, тогда теперь понятно. Я только не могу понять, кто вбил ей в голову, что когда у нас появится ребенок, она здесь будет никому не нужна. Да, это я, встретив Любу на улице и узнав, что у ее отца и мачехи будет ребенок, сказала ей, что своего ребенка они будут любить больше, чем ее. И что, я была не права? Да всем известно, что так бывает даже в семьях, где дети друг другу родные. Что же говорить о той ситуации, когда отец второй раз женится? Ну, ясное дело, ему ребенок от новой жены будет дороже, чем от первой. Да, может быть, она сама догадалась. Игорь, ты извини меня, пожалуйста, но мне кажется, что вы поторопились с ребенком. Татьяна Сергеевна. Ну что, Татьяна Сергеевна? Ну, девочке нужно было дать время, чтобы она привыкла к этой ситуации. В общем, Игорь, я вижу только один выход. Какой? Отдай мне Любочку. Что значит отдай? Ну, откажись от нее. А я оформлю опекунство. Вы в своем уме? Игорь, Любочка – единственный человек, который у меня остался. Понимаешь? А у тебя скоро будет свой ребенок. И что? От этого Люба не перестанет быть моей дочерью? Ну, ты же сам говорил, что вам с ней трудно. А так будет лучше и вам, и ей. Нет, это не выход. Хорошо. Давай сделаем так. Пусть Любочка поживет у нее временно. А она пока успокоится. Пройдет время, я подготовлю ее. Я сказал нет. И точка. Поехали к вам, я заберу Любу. Люба, я. Сень, ну ты представляешь, он отказался и увез Любочку. А что ты ждала? Игорь все правильно сделал. Да что правильно сделал? Ты думаешь, я что, это так оставлю? Нет. Я поеду в школу и заберу Любочку. У тебя нет такого права. Да как это нет? Я ее родная бабушка. А Игорь родной отец. Хочешь, чтобы тебя в похищении ребенка обвинили? Алло. Татьяна Сергеевна, мы с женой все обсудили и решили, что вы правы. Для всех будет лучше, если Люба какое-то время поживет у вас. Игорь, да это же замечательно. А когда ты ее привезешь? Сегодня вечером. Ой. Сеня. Да, они же передумали. Ну передумали, так передумали. Может, ты наконец успокоишься? Ну Сень. Делать было нечего. Пришлось приспосабливаться. Справедливо стирать, надо сказать, что девчонка вела себя хорошо, не шалила. И по большому счету мне не мешала. Даже, пожалуй, наоборот. Вечерами с ней было веселее. Вот смотри. Это твоя шашка. Раз. Оп. Оп. И в дамках. Я проиграл. А я выиграла? Поздравляю, молодец. Бабуль, я дядю Чеменова обыграла. Так ты же у нас талант. Вот видишь, как ты сразу научилась? Ну все, беги мыть руки, будем обедать. Хорошо. Вот видишь? Все. Как Любочке, у нас хорошо. Не вижу. Я вообще хочу, чтобы она у нас-то совсем осталась. Как ты себе это представляешь? Это очень просто, ты сам по сути. Игорь денег на Любочку не дает. Целый месяц он не интересовался дочерью. То есть у меня есть все основания подать на него заявление о лишении его родительских прав. Мать, ты чего? А чего? Да ты пойми, если я Любочку не заберу, мачеха ее со свету сживет. По-моему, ты преувеличиваешь. Да нисколько. Ты смотри, как она быстро Игоря крутила. Залетела. Девочка ее не интересует. Да и Игорь тоже хорош туда же. Его интересует только новая жена и новый ребенок. Я одна у Любочки осталась. Сиротинушка моя. На самом деле это я подсказала Татьяне аргументы для того, чтобы отнять Любу у Игоря. Мною двигало желание помочь. Прежде всего ей. Ну и, конечно, насолить Игорю, которая так и не разглядела во мне женщину, достойную его внимания. Семен Иванович? Не ожидал вас увидеть. Здравствуй. Здравствуйте. Есть разговор. Ну так проходите. Я попрошу Нику чаю нам сделать. Спасибо. Я ничего не пришел. Просто считаю, что ты должен знать. Что-то с Любой? Можно сказать и так. Татьяна надумала лишить тебя родительских прав. Что вы сказали? Чистая правда. На каком основании? А ты давно дочку свою видел. А говорил с ней? Ну да. Вы правы. Закрутился? То ты, а ну. Ну, сейчас смотри. Я предупредил. Спасибо. Ну, бывай. Зачем я это сделал? Да потому, что был совершенно не в восторге от намерений Татьяны. А так всегда. Даже палец, и сразу норовят руку оттяпать. Одно дело, брать к себе девчонку время от времени, и совсем другое навсегда. Ведь это такая ответственность. А летом что с ней делать? Уже не отдохнешь по-человечески. Да и внимания она столько требует. Я пришел за Любой. Соберите ее вещи. Игорь, подожди, успокойся. Давай мы сейчас с тобой сядем, выпьем чаю и поговорим. Хочешь, я тебе обеду на карте? А я не хочу ждать ни минуты. Люба будет жить со мною. Ну, ты посмотри, как ей хорошо вместе с нами. Она стала спокойной, веселая. Игорь. Замечательно. Спасибо вам за это. Но больше она здесь не останется. Давай мы у нее спросим. Еще чего не хватало? В общем, так. Или я сегодня забираю Любу, или завтра привожу сотрудника органов опеки. Я пойду и соберу любимые вещи. Будьте добры. Но тебе не удастся запретить мне видеться с внучкой. Да. Но отныне только в моем присутствии. Ты что, мне уже не доверяешь? Именно так. Хорошо. И ключи от нашей квартиры верните. Они вам больше не пригодятся. Все вышло, как я хотел. Но это меня не радовало. Потому что Татьяна ходила мрачно. Ночами не спала, переживала. Все время звонила внучке, часами с ней разговаривала. Я просто не узнавал свою жену. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Любочка. Да, моя родная. Бабуля, приезжай. Что случилось? Лику в больницу увезли. Папа злой. Кричит на меня. Мне страшно. Ничего не бойся. Я сейчас приеду. Когда я увидела, что дверь квартиры зятя приоткрыта, я сразу поняла, что-то случилось. Я не виновата. Пожалуйста, не надо. Прошло тебе, не больно. Любочка! Что я сделала? Любочка! Нет! Стой! Не смей ее бить. Не лезьте, вас еще тут не хватало. Вы хоть знаете, что она сделала? Что? Она толкнула Нику, и у нее случился выкидыш. У нас не будет ребенка. А Любочка, это тоже твой ребенок. Она наверняка сделала это случайно. Она сделала это нарочно. Это все вы. Это все вы лезли, помогали ей, поддерживали. Но ничего, она свое получит. Дай сюда! Ну, ну не смей. Алло. Ника. Не плачь. Не плачь. У нас будут еще дети. Как не будет? Доктор сказал. Новость была печальная. Но для меня было важнее, что мысли Игоря переключились с Любы на жену. Как только врачи сообщили мне, что моя жизнь вне опасности, а ребенка сохранить не удалось, я попросила Игоря вернуться домой к Любе. Она там оставалась одна. А мне он все равно ничем помочь не мог. Я была в тяжелом шоке. Мы с Игорем очень хотели этого ребенка. Ждали нужного срока, чтобы узнать пол малыша. Игорь очень хотел мальчика. А потом я услышала приговор врачей. Я, конечно, не винила Любу. Я понимаю, что она ребенок, и я могла бы упасть при любых других обстоятельствах. Я тогда даже не подозревала, что происходило между Любой и Игорем, его бывшей тещей. Я эту маленькую гадину убью. Таня всего лишь хотел защитить внучку. Она рассказывала мне, что сама не помнила, как схватила камень на улице и стукнула зятя по голове. Никто не думал, что один удар может убить здоровенного мужика. Но так случилось. Он упал виском о бордюр. Врачи сказали, что умер мгновенно. И я видел в случившемся и свою вину тоже. Я ведь сопротивлялся тому, чтобы внучка Таня была с нами до последнего. Ведь если бы мы ее к себе вовремя забрали, кто знает, может, и трагедии не произошло бы. Таня села в тюрьму, а Люба попала в детский дом, ведь она осталась круглосиротой. Мало того, даже после освобождения у Тани из-за судимости не было никаких шансов стать своей внучке опекуном. Я и сама не понимала, как могла пойти на такое, убить Игоря. Да я не помнила даже, как все это случилось. Видимо, на меня какое-то затмение нашло. В колонии я больше всего страдала из-за разлуки с Любочкой. Она мне ни разу не позвонила, не написала. Поехали домой, Тань. Нет, Тём, я не могу. Не надо к Любочке. Не стоит, Тань. Нет, 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 я не могу. Я так соскучилась по ней. Давай сначала позвоним. Давай. Любочка, это я, бабушка твоя. Да, меня выпустили. Я сейчас еду к тебе. Не приезжай. Я не хочу тебя видеть. Никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok